Большая наука, международное сотрудничество в Ивановском Институте химии растворов. Появился высокотехнологичный прибор, ждали которого не один год. Вот эта миниатюрная ячейка для спектрометра на деле сложное устройство, для изготовления которого пришлось ехать во Францию. Разработал ее сотрудник лаборатории ЕМР спектроскопии Роман Апарин. Полгода он корпел над чертежами. Наша старая ячейка, к сожалению, она не является универсальной. И чтобы ее установить в прибор, необходимо вот ее вот так вот поднять и поставить на место нашего прибора. И что они делают универсально? Я не могу ее взять с собой и привести на другой прибор, потому что не везде я могу так ее поставить. А вот новая ячейка, она позволяет уже ставить ее в стандартный порт крепления. То есть я ее беру и легко защелкиваю в наш прибор. С помощью этой ячейки в лаборатории проводят ряд опытов, связанных со сверхкритическими флюидами. Это такое агрегатное состояние вещества, когда граница между жидким и гзообразным состоянием исчезает. Пока ученые только готовят ячейку к реальным испытаниям, ведут подготовительную работу. Помимо развития фундаментальной химии, перед лабораторией стоят вполне понятные практические задачи. Одна из них связана с самолетостроением. С помощью этого вещества можно изменять прозрачность стекол в кабине летательных средств. Фактически ликвидировать проблему, которая возникла несколько лет тому назад, связана с опасностью облучения лазерными указками пилотов самолетов. Работа над этим веществом велась еще на старой ячейке спектрометра, которая появилась в институте больше 10 лет назад. Самодельная, сконструированная в России, она имела ряд недостатков, понижающих точность исследований. Мы начали создавать нашу ячейку в 2005 году. Создавали ее на базе Фурмунского завода. Ячейка была разработана нами в рамках нашей лаборатории. И по чертежам была изготовлена сама ячейка. Но, как показала практика, работать не было не очень удобно с этой ячейкой, потому что были довольно длительные эксперименты и равновесие то, что от исследованных систем наступало достаточно долго. С новой, более совершенной ячейкой, ивановские ученые планируют проводить сложные химические опыты. В дальнейшем надеются, что аналогичные приборы можно будет не только разрабатывать, но и собирать на отечественном оборудовании. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.